здравствуйте меня зовут елена вы на моем канале про про творчество канал сейчас мы сошьем с вами платьица для куколки жанны вообще это можно для любой куклы использовать такой такой метод шитья платья значит берем выкройку обводим выкройку можно скачать на сайте ссылка под видео скачивайте бесплатно куколка мастер-класс кукла жанна наверху во вложении находятся выкройки вырезаем я взяла такую ткань такую блестящую с лица и плотненькую я вырезала со сгибом одну деталь и сделаем вторую деталь не вырезаю вторую деталь мы ее просто накладываем сверху деталь на ту большую прямоугольничек и стачиваем тогда у нас ничего никуда не сдвинется и не надо никаких подгонок делать еще мы вырезаем оборку для платья две штуки то есть подкладка и оборочка длина оборки у нас сантиметров пятьдесят и высота ее сантиметров восемь ширина высота ширина запутаться в общем и все это дело мы идем и шьем на машинке значит на машинке мы сначала прострачиваем вот я тут неправильно прострачила мы не будем застрачивать плечи мы плечи оставим открытыми чтобы нам сделать то есть в маленьких платьицах можно плечи застрачивать а потом ручками зашивать но в этом большом платье удобнее делать по другому немножечко способом который мы сейчас с вами которым сейчас мы с вами и сделаем значит горловину стачиваем две детали делаем закрепочки обязательно в конце в начале строчки пройму и горловину спинки это все мы с вами стачали идем вырезаем эту деталь всю общую да и на полочке средний шов мы тоже стачиваем но сейчас мы с вами не вернее сейчас я исправлю то что застрочил неправильно я распорола плечо и сделала закрепочку с той стороны и с этой стороны чтобы не расползался шовчик теперь беру полосочку для юбки и к ней притачаю бахрому как его за тесьму мысли приходит опослях смотрю и думаю что же я притачиваю и так я ее сейчас сначала на изнанке прострачиваю просто обычным прямым швом стать стачиваем вот этот девчонки простите за мой словарный запас он исчез закончился в общем пришили мы тесьму теперь выворачиваем поворачиваем на лицо отворачиваем тесьму то есть мы зашили сейчас шов чтобы не обметывать ничего просто зашили вот так вот таким образом спрятали шовчик под тесьму и у нас с нуту с но с лица и с изнанки чистенько красивенько опрятненько аккуратненько стачиваем теперь сверху притачиваем или стачиваем в общем кому как нравится и потом обязательно на утюге мы это все дело хорошенечко отпариваем чтобы тесьма не топорщилась а лежала прям ровненько вместе с юбочкой и вторую полосочку юбки мы должны подогнуть просто подогнуть в принципе можно туда же притачать тесьму что-нибудь красивенько оборочку какой-нибудь чтобы она тоже торчала и пышная была юбка то есть все на ваше усмотрение но я вот сделала так и вам рассказываю как можно еще сделать и знаете такая лапка ведь продается классная на алиэкспресс вот она прям под подгибку это делает самостоятельно не надо пальцами ничего делать прям вставили так в нее и она и все отстрочила и разный подгибки кстати толщина разная бывает там я еще не приобрела эту лапку поэтому нечем не похвалиться и так мы значит разрезаем платья то есть не разрезаем а отрезаем все лишние швы срезаем и выворачиваем примеряй как это будет выглядеть и так значит мы это все должны отпарить весь лифт тоже отутюжить очень хорошо чтобы он у нас тоже в лег так вот весь лег хорошо теперь мы с верхнюю с верху прокладываем строчку длина стежка 45 миллиметров для того чтобы собрать в складочки не руками собирать чтобы а на машинке машинным швом это быстро получается просто потянем за нижнюю ниточку и соберем складочки оборочки кому как нравится и мы будем сейчас это все дело соединять с нашим лифом даже можно соединить сначала вот эти юбочки лицо к лицу сложить соединить а может даже не лицо к лицу в общем по кругу можно все делать вот стачали верхнюю деталь юбки и нижнюю деталь юбки шов у нас внутри остается и мы просто вот так бы это я так думаю я сейчас тут делаю наверно не так в общем по кругу можно все это приточать дело чтобы швы у нас оказались внутри чтобы у нас с изнанки не было вообще ни швов и никаких обмёточных работ мы тоже права и производить не будем нам просто нужно сточать сейчас и все швы завернуть внутрь закрыть внутри и можно ручками внутри прошить можно ножками можно строчку проложить машину распределяем складочки и притачиваем к лифу это я сейчас притачала нижнюю юбку сейчас собираем верхнюю и притачиваем верхнюю юбочку сейчас наверное я все-таки соединю да вот я соединила шовчики между то есть юбку соединила друг с другом вот и с этой стороны соединила хотя это можно было сделать и до того как и стачиваем теперь все остальное все оставшуюся детальку и платье практически готовое получается останется его отутюжить вывернуть а мы же еще плечи не зашили товарищи плечи то у нас открытые остались ну там вообще легко все кто нибудь кто нибудь жилетки шил когда-нибудь вот там так такой же способ просто вставляете плечо в плечо и с изнанки это все строчку прокладываете соединяете это все дело и выворачиваете и получается хорошая классная вещь без тоже без обметок без всего так тут я наверное медленно не покажу да видите как убыстрилась в общем мы вставляем плечо внутрь туда и вытягиваем назад плечо вот заходим на изнанку вставляем ловим плечо следующее которое у нас там от полочки и вставляем его в спинку и прокладываем строчку чутки а тут я вот да сплоховала быстро так съемку сделала думала все все знают в общем если будут вопросы пишите в комментариях я еще разочек как-то покажу а где-то у меня уже был такой платье в общем они все однотипно делаются ничего новенького нет и так вот сейчас мы заклепочки поставим и платье готово практически и какое-нибудь украшение на лифт я прикреплю и и все платье готово кукла к сожалению уже нет у меня только фоточка одна осталась сейчас я ее сюда поставлю вам покажу какая хоть кукла то была я ее истографировать ты не успела пока мастер-класс снимал и все забыл чуть сделать надо все мои хорошие успешного всем творчества пока пока